Сегодня Равин Шнайдер продолжает серию «Потерянная жизнь» и рассказывает о благословениях безмерной любви. Узнайте больше, оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok Пресловение и шалом вам, возлюбленные. Меня зовут Равин Керт Шнайдер. Добро пожаловать на особый выпуск программы «Узнавай еврейского Иисуса». Я верю, что сегодня у меня есть очень сильное слово, которое подтолкнет вас двигаться дальше. Бог меняет нас день за днем, и каждое утро Его милость к нам обновляется. Библия говорит, хотя наше внешнее тело приходит в упадок, но наш внутренний человек обновляется день за днем. И один из способов, как Бог питает нашего внутреннего человека, это когда мы усваиваем Слово Божие. Иисус сказал, если будете есть Мою плоть и пить Мою кровь, то будете иметь жизнь. Тело Мое — это истинная пища, и кровь Моя — это истинное питье. Слава, которую я говорю вам, есть Дух и Жизнь. В Слове Божьем есть нечто сверхъестественное. Когда оно входит в вашу душу, то меняет вас. Вы только подумайте, Бог создал небо и землю, и нас с вами своим Словом. Вначале Бог сказал «Да будет свет». Как видите, Слово Божие высвобождает природу Божию в этот мир. И я хочу, чтобы вы это поняли, потому что у Бога есть для вас Слово, которое вас изменит. А теперь я хотел бы обратиться к Нему и попросить нашего Небесного Отца прийти и изменить нас. Небесный Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Очисти и освяти нас Своим Словом ради Своей славы. Меняй всех нас, и меня в том числе, в образ Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. Как я уже говорил, эта серия называется «Потерянная жизнь». Это в каком-то смысле игра слов, потому что, слыша такое название, в голову приходит человек, который прожил свою жизнь впустую. Но это лишь часть, значение, и к концу передачи вы увидите другую сторону этого названия. Она полностью противоположна. Итак, оставайтесь с нами, и давайте поговорим о потраченной жизни. На прошлой неделе в первой части послания я читал вам первое послание Коринфянам, третью главу с 11 по 15 стих. Там Павел говорит о том, что каждый человек строит на чем-то свою жизнь. Некоторые люди строят свою жизнь на золоте, серебре и драгоценных металлах, а другие люди строят на дереве, соломе и бесполезных вещах. А в конце жизни то, на чем мы строили свою жизнь... Ну, что я имею в виду? Я имею в виду ваши мысли. Вы строите свою жизнь на своих мыслях. Если вы размышляете на чем-то, то строите на этом свою жизнь. Потому что каковы мысли человека, таков и он. Вы строите свою жизнь на своих словах. Ваши слова заставляют вашу жизнь идти в определенном направлении. Помните, Иаков приводил в пример большой корабль? Он говорил, что направления корабля зависят от небольшого штурвала. Так же дело обстоит и с вашим языком. Ваши слова устанавливают направление вашей жизни, как и штурвал направляет огромный корабль. Хочу задать вам вопрос о построении нашей жизни и испытании наших дел. Кто решает, что вам говорить? Кто-то заставляет вас говорить то, что вы говорите? Мама заставляет вас говорить то, что вы говорите? Или, может, ваши друзья? Или вы сами решаете, что вам говорить? Спрошу иначе, у вас есть власть решать, что говорить и как говорить. Я решаю, молчать мне или говорить? Да, именно мне решать. Я знаю, что бывают ситуации, когда людей мучают или заставляют что-то говорить, но мы говорим не об этом. Мы говорим об обычной жизни. Я решаю выражать мне свой гнев или держать язык за зубами. Я решаю сплетничать или не сплетничать. Я решаю прощать или просить прощения. Я решаю, благословлять ли и подбадривать ли мне кого-то. Я решаю, взять ли мне телефон и строить отношения. Я решаю, рассказывать ли мне кому-то об Иисусе и молиться ли за этого человека. Я хочу сказать, что очень часто мы пассивно и не берем ответственность за свою жизнь. Мы живем на автопилоте, плывем по течению и не понимаем того, что Бог будет спрашивать с нас за то, что мы делаем. В том отрывке Писания, который я только что перефразировал, сказано, что все строят свою жизнь на чем-то. На драгоценных камнях или на сеянии соломе. И в конце нашей жизни все наши дела будут испытаны. Некоторые будут вознаграждены, а другие понесут потери, потому что они так и не воспользовались талантом, который дал им Бог. Также на прошлой неделе я читал вам притчу из Евангелия от Матфея 25 главы. Там говорится о человеке, который отправился в путешествие. Перед тем, как отправиться в путь, он дал одному человеку пять талантов, другому два таланта, а третьему всего один. Затем Иешуа вернулся, чтобы взять отчет у тех, кому он раздал таланты. Вначале он пришел к тому, кому он дал пять талантов. Тот человек сказал, «Господин, ты дал мне пять талантов, и я умножил их». Я вложил их и в дело, и пять превратил в десять. Господин сказал, «Молодец, добрый и верный слуга. Войди в радость своего господина». То же самое произошло с тем, у кого было два таланта. Он сказал, «Господин, я взял то, что ты мне дал, и удвоил это». Тогда господин сказал, «Молодец, добрый и верный слуга». «Войди в радость своего господина». И господин дал ему еще больше. Но затем пришел тот, который решил, что ему ничего не нужно делать. Он сказал, «Ты дал мне один талант. Мне было страшно, и я ничего с ним не сделал. Вот тот талант, который ты мне дал». Иисус сказал ему, «Ты злой и ленивый слуга». Затем Иешуа сказал, «Когда люди живут так, то даже то, что они имеют, отнимется у них». Давайте сделаем выводы. Во-первых, Бог дал каждому из нас таланты. Не все имеют одинаковое количество талантов. Талант — это способность или дарование, которое он дает нам, чтобы быть благословением и расширять его царство на земле. Кто-то получил талант к музыке. Кто-то умеет хорошо говорить. Кто-то имеет больше денег на образование. Все получили разное количество талантов. Мы не можем решить, с каким талантом мы должны были родиться. Это решает Бог. Но вы решаете, что делать с талантами, которые дал вам Бог. Именно об этом я говорил ранее. Вам решать, с кем говорить и что говорить. Вы решаете, сдерживать свой гнев или нет. Вы решаете, проявлять любовь или нет. Вы контролируете значительно больше, чем то, за что вы несете ответственность. Многие из нас живут безответственно. Мы не осознаем, что нам придется дать отчет за каждое пустое слово. Я хочу подчеркнуть, что мы очень часто плывем по жизни, не осознавая, что Бог будет спрашивать нас за это. Он сделал нас ответственными за наши мысли, наши слова, за то, как мы тратим деньги, как мы поступаем, за отношения, в которых мы состоим, за места, которые мы посещаем. Мы с вами предстанем перед его белым престолом и дадим отчет за все это. Я имею в виду, что однажды все мы, большие и маленькие, предстанем перед его престолом, и каждый из нас даст отчет. Итак, мы узнали, что всем нам даны таланты, а также мы узнали, что мы не всегда можем контролировать количество таланта, но можем контролировать то, что мы делаем с этими талантами. Именно этого и ожидает от нас Бог. Еще одна важная мысль. Вы знали, что человек, который имеет два таланта, в конце жизни может представить Богу больше плодов, чем тот, у кого сто талантов? Таков парадокс нашей жизни. Библия не говорит, что деньги — это зло, но говорит, что они могут стать корнем многих зол. Это значит, что наше отношение к деньгам может привести к злу. Часто мы относимся к ним как к источнику безопасности, но когда мы считаем источником нашей безопасности «деньги», а не Бога, то это производит зло в нашем сердце, потому что вы создали идола. Вот почему Иисус так много говорит о деньгах. Ему нужны наши сердца, и мы должны принять решение, кому мы будем доверять, и кто наш источник безопасности — Бог или деньги. В нашей плоти идет война, но давайте поставим Бога на первое место в наших финансах. Духовный принцип гласит, когда мы питаемся от какого-то служения, то нам нужно благословлять финансами то самое служение, которое благословляет нас духовно. А делать это нужно, чтобы поддержать его работу. Дорогие, не позволяйте деньгам стать корнем зла в вашей жизни. Поставьте Бога на первое место. Давайте относиться к финансам так, как нас учит Библия. Пусть деньги будут нашим инструментом, а не господином. Шалом вам! Вернемся к нашей программе. Человек с двумя талантами может умножить их в сто раз, а человек с сотней талантов может впустую растратить свою жизнь и в конце иметь только один талант. И так важно не то, сколько талантов вы получили, а то, что вы сделали с теми талантами, которые дал вам Бог. Вот почему Иисус сказал, что в конце времен те, кто были первыми, станут последними, а многие последние станут первыми. Если вы получили призвание в служение, как я, или вы посудомойка, любящая Иисуса, самое важное — это быть волей Божией. Важно не то, что вам дали, а то, что вы делаете с тем, что вам дали. Последний суд вполне реален. Иисус сказал, «Вот я скоро приду. Я несу воздаяние каждому, и каждый получит по своим делам. Не по Божьим делам, а по вашим делам. Я хочу, чтобы вы осознали свою ответственность. Каждое утро просыпаетесь с мыслью, что вы ответственны перед Богом. С того момента, когда вы просыпаетесь, и до конца дня, вы должны осознавать, что вы ответственны перед Богом. Он спросит с вас за каждую мысль, над которой вы будете размышлять, за каждый дух, который вы передаете людям. Зачастую наше общение невербальное. Мы передаем не слова, а дух. Он спросит с нас за все это. Бог дал нам свободную волю, и это должно вас радовать, потому что это дает нам возможность любить Его. Мы с вами можем любить Бога. Мы можем решить любить Его, выбирая, о чем думать, что говорить, какие отношения поддерживать, и как использовать дары и таланты, которые Он нам дал. Мы можем любить Бога. У нас есть невероятная власть. Вы можете любить Бога и касаться Его сердца. Библия говорит, ведь глаза Господа осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. Бог любит нас и желает, чтобы мы тоже любили Его. Чтобы показать вам, что такое безмерная любовь, я покажу вам историю о Марии из Вифании. Она безмерно любила Иисуса. Она пример того, кто принес плод во сто крат. Иисус сказал, что одни принесут плод в тридцать крат, другие в шестьдесят, тридцать во сто крат. Мы все хотим принести ста кратный урожай. Она любила Его всем сердцем и принесла ста кратный урожай. Иисус сказал, что о ее поступке будут говорить во все времена. Все народы будут знать о том, что она сделала. У нее был сосуд с драгоценным маслом. Он стоил как зарплата за несколько лет. Триста динариев. Писание говорит, что это примерно зарплата за целый год. Его можно было использовать для различных целей, но она разбила его и использовала его содержимое, чтобы помазать Иисусом. В одной истории мы видим, как она помазала Иисусу волосы, а в другой истории в Евангелии от Иоанна. Сказано, что она помазала им ноги Иисуса. В прошлый раз я читал из Евангелия от Марка. А сейчас мы посмотрим то же место из Евангелия от Иоанна. Итак, здесь говорится о том, что многие, глядя на то, что сделала Мария, считали это пустой тратой денег. Давайте мы прочтем. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же, это он не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее». Она сберегла это на день погребения моего. «Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня — не всегда». Иисус сказал, «Оставьте ее в покое. О ней будут рассказывать по всему миру, пока я не вернусь. Все народы будут знать о ней». Как я уже говорил, дар Марии был безмерным, но никто этого не понимал. Все думали, что это пустая трата денег. Но почему он был безмерным или расточительным? По двум причинам. Во-первых, она сделала это не потому, что кто-то подтолкнул ее к этому или манипулировал ею. Не потому, что какой-то проповедник заставил ее это сделать. Она дала, потому что сама этого хотела. Никто не подталкивал ее к этому. Ее дар символизирует ее жизнь. Она дала, потому что хотела это. Поэтому Библия говорит давать не по принуждению, а с радостным сердцем. Ее дар был безмерным, потому что она дала, несмотря на цену. Она не думала о том, что я могла бы сделать с деньгами, которые я отдала Господу. Она так сильно любила его, ею двигала любовь, и поэтому она вложила всю себя в этот дар, не думая о цене. Мне нравится следующий пункт. Мы читали о том, что когда она помазала ноги Иисусу, то вытерла его ноги своими волосами. Знаете, что мне в этом нравится? Библия говорит, что, когда она это сделала, аромат распространился по всему дому. Аромат, который был символом ее любви к Иисусу, наполнил весь дом. Все его почувствовали. И Мария была окутана им. Любовь Марии к Иисусу пролилась не только на Иисуса, но и на Марию. Их объединил этот прекрасный аромат любви. Любовь наполнила весь дом. Иисус сказал, «Это невероятное проявление любви будет известно по всему миру». О нем написано в Евангелии. Иными словами, Иисус говорил, «Андрей, скоро о тебе забудут. Варфоломей, о тебе будут мало говорить. Фадей, а тебя вообще помнить не будут». Но о Марии будут говорить, «Пока я не вернусь». Были люди, осудившие этот дар, но они чего-то не поняли. Они обвинили Марию в расточительстве денег, которые она заплатила за то масло. Но они не осознавали, что все растрачивают свою жизнь на что-то. «А как же насчет вас? Вы потратите свою жизнь на себя, угождая своим прихотям, и тратя свое время и сокровища на мирские вещи? Или же вы потратите ее на Иисуса?» Давайте будем такими, как Мария. Давайте отдавать Ему все. Я лучше растрачу все на Иисуса, чем на мирские вещи. Возможно, вы скажете, «Да, именно этого я и хочу». Но Господь говорит. Многие говорят «да», но мало кто идет дальше слов и делает что-то. Чтобы сделать это по-настоящему, вам нужно встать на колени и посвятить себя Иисусу целиком и полностью. Прямо сейчас не нужно отступать назад, потому что Иисус вернется очень скоро. Остался всего час. Либо Иисус вернется, либо мы оставим эти тела и перейдем в вечность. Если у вас еще нет отношений с Богом, то опуститесь на колени и прямо сейчас отдайте Ему свою жизнь. Вы строите ее на своих мыслях. Если вы размышляете над чем-то, то строите на этом свою жизнь, потому что каковы мысли человека таков и он. Вы строите свою жизнь на своих словах. Ваши слова заставляют вашу жизнь идти в определенном направлении. Даже Иаков в свое время говорил о большом корабле. Он говорил, что направление корабля зависит только от небольшого штурвала. И этот штурвал не что иное, как ваши уста и ваш язык. Поэтому я призываю вас сейчас исповедать вашими устами Иисуса. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение, давать чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельства». Спасибо вам. Вы научили меня брать власть над всеми демонами в моем доме. Я начал это делать, и так я избавился от привычки пить виски. Я чистый и трезвый впервые за многие годы. Спасибо вам большое, Тед. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Будьте обильно благословенны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. принимайте благословение Бога Отца в вашу жизнь прямо сейчас. В вашу жизнь прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи». Я верю, что ты умер на кресте за меня. Поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда. Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса как хотите и где хотите». Просматривайте на Фейсбук еженедельные послания Равина Керта «Семена откровения». Смотрите полные выпуски на Ютьюбе. Загружайте учения Равина через ваше мобильное приложение. Читайте письма от Синтии и присылайте свои молитвенные просьбы. Многие люди говорили мне о том, что это послание очень помогло им. Если вы хотите приобрести эту серию, то зайдите на наш веб-сайт или позвоните по номеру, который вы видите на экране. Продолжение следует...